Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Я все спал и думал, думал сказать доброе утро или добрый день. День или утро, как вы думаете? Но я полагаю, он все равно добрый. Вы хорошо поспали? Все сыты, нет голодных среди нас. Но я полагаю, что пусть город у нас сегодня будет духовный сейчас, чтобы это время, когда мы могли бы удовлетворить голову хобби. У вас была прекрасная возможность зарегистрироваться сегодня на семинары, но не все успели. Я полагаю, что такая же удивительная возможность вам предоставится после нашего богослужения. Я напоминаю девиз нашего с вами семинара. Вы не забыли его? Нашего бюре Конгресса. Не забыли его? Давайте мы повторим его вместе. И я полагаю, что это еще одна удивительная возможность, когда я и мой дом можем послушать Богу. Мы порой очень много ставим перед собой целей. Наш взгляд очень часто обращен в какие-то стороны, но не самые важные для нас с вами. И тот стих, который мы поставили во главу угла, тот стих, к которому мы будем обращаться сегодня и завтра, тот стих, который хотелось бы, чтобы стал нашим с вами стихом, золотым стихом по жизни нашей христианской, чтобы мы могли идти с ним, говорит о том, что у нас есть с вами удивительные возможности, которые нам нужно увидеть. Сегодня, вчера и завтра Бог говорил, говорит и будет говорить нам, и хотелось бы, чтобы мы были внимательны к тому, что Он хочет сказать каждому из нас. Когда-то двум ученикам, идущим в Эмаус после воскресения Христа, рассуждающих о чем-то своем, встретился Иисус. Они были озабочены какими-то своими вещами, они о чем-то рассуждали, были настолько поглощены беседой, что не заметили путника, не посмотрели ему в глаза, не увидели его лица. Но когда Он заговорил к ним, когда Он обратился к ним, их сердце загорелось. И после этого жизнь их изменилась. Удивительно, когда они шли при свете дня туда, из Иерусалима в Эмаус, они находились как бы в духовной тьме. Но когда они бежали уже вечером в ночь обратно в Иерусалим, они были освящены божественным светом. Бог сегодня хочет, чтобы наши сердца загорелись этим огнем. Но для этого нам с вами необходимо быть внимательными. Я хотел бы, чтобы мы сейчас призвали имя Господа, чтобы мы открыли свои сердца, потому что, ну так в жизни нашей бывает, очень часто мы не можем как-то освободиться от того, что нами владеет. Я хотел бы и призывая, чтобы мы сейчас попытались войти в это духовное незримое присутствие к Богу, чтобы мы могли быть готовыми услышать то сокровенное слово, которое Он, безусловно, приготовил каждому из нас. Вы согласны с этим? Давайте помолимся. Иислав tension Иислав 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аминь 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 Духа с ней Нести все тяжести, труда и крест ее скорбей Нести все тяжести, труда и крест ее скорбей Я знаю, разделю, с ней славу я твою С ней буду петь я пред тобой, спасенную душой С ней буду петь я пред тобой, спасенную душой С ней буду петь я пред тобой, спасенную душой Слава Господу! Братья и сестры, как вы думаете, в самой большой, ну, по территориальной площади, регион, где находится? В Омске? Вы знаете, что все те, что за Уралом, туда на запад, называют всех нас от Дальнего Востока до Омской области, Западной Сибири, называют всех сибиряками Говорят, что это Сибирь Почему я об этом говорю? Вчера мы говорили, что это уникальное мероприятие, то есть это уникальное служение, которое мы здесь проводим по милости Божией Потому что то, что происходит сейчас, не происходило у нас здесь, на территории Сибири И я абсолютно убежден, и мы в Господе уверены, что это только начало Потому что большие расстояния нашей страны иногда ограничивают нас Мы не можем все в таком количестве поехать в Москву или в Брянск Мы не можем поехать куда-то в Центральную Россию, но мы можем собраться здесь, у нас в Сибири Для того, чтобы Господа прославить и получить от Него духовное назидание И я абсолютно убежден в Господе, что не исключено нас, что на следующий год где-то в регионе сибирском, нашем, большом Будет подобное мероприятие Я думаю, что это возможно, потому что у нас здесь в гостях человек, который наблюдает за служением Церквей Ивановских Христос Баптистов здесь, в Сибири И зовут его Генрих Эдуард Адольфович И я хотел бы, чтобы он несколько слов сказал нам Дорогие братья и сестры, уважаемые мячи Я всегда волнуюсь, меня всегда очень вы хорошо встречаете, у меня нет никаких претензий Но я всегда волнуюсь, всегда волнуюсь Не знаю почему, может быть, боюсь, что где-нибудь я все равно ошибусь Ну, во-первых, хочу, чтобы не быть должником Перед отъездом к вам я звонил Виктору Кирилловичу Сипко Так, у меня какие-то дела были связаны с его регионом И он сказал вам, значит, самое сердечное пожелание Значит, текст Писания он не назвал, но сказал он, что он с вами И очень сожалеет, что жизнь у него, вот душа его разрывается между Северо-Западом и Сибирью У них там большая евангелизация, Юрий Кириллович об этом знает И позвонил Петру Вальтеровичу Мицкевичу Он вас сердечно также поздравляет и сказал В пожелании вам всегда радуйтесь, за все благодарите Это его пожелание, теперь я свободен Значит, я хочу, вот согласно теме, которую Здесь мы с вами обсуждаем И вы выбрали для того, чтобы поразмышлять Очень важная тема Тема о том, чтобы служить Господу всем домом своим И это очень актуально было во все времена И вы знаете, я в семинарии, мне так посчастливилось Преподавать предмет «Домашняя жизнь пастора» И вот однажды мне попалась вырезка из журнала «Гость» Кажется, так журнал называется И там воспоминания о домах наших братьев, прошедших впереди нас И вы знаете, в каждом доме великого служителя нашего братства Были серьезные переживания Не все сумели всем домом служить Господу Я понимаю, что это великий призыв святого Иисуса Навина И это великое желание каждого из нас Каждого, кто имеет детей Каждого, кто становится на путь следования за Иисусом Христом Ему хочется, чтобы он сам лично служил Господу И верно служил до конца дней жизни И чтобы дом его служил Эти же переживания имел я И в течение пяти лет молился вместе с супругой И мы, знаете, в последнее время я даже ей сказал Людмила, по-моему, ты стала созависимой Вот, а когда наш сын не был послушан И мы всегда переживали, где он, что он делает Мы его проверяли, мы с ним о нем молились Постились, плакали И Бог жалился над нами Он покаялся А теперь молимся, чтобы он устоял на этом пути И пошел дальше И я, наконец бы, мог сказать Правда, Иисус Навин произнес эти слова Когда ему было почти 110 лет Значит, вот он уже мог сказать это Потому что он посмотрел на свое потомство Посмотрел на свой дом Он сделал все для того, чтобы дети его Потомство его, выбор этот сделали И мы вчера слышали, Юрий Кириллович говорил о том Что вот этот текст, это призыв к выбору И я хочу этот текст снова повторить И несколько мыслей сказать Потому что времени очень мало И хочу прочитать Начиная с 14 стиха Итак, бойтесь Господа И служите Ему в чистоте и искренности Отвергните богов, которым служили Отцы ваши за рекой в Египте А служите Господу Если же не угодно вам служить Господу То изберите себе ныне Кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши Бывшие за рекой Или богам и мореев В земле которых вы живете А я и дом мой будем служить Господу И отвечал народ и сказал Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа И стали служить другим богам Ибо Господь Бог наш Он вывел нас и отцов наших Из земли египетской Из дома рабства И делал пред нами нашими И перед глазами нашими Великие знамения И хранил нас на всем пути По которому мы шли И среди всех народов Через которые мы проходили Господь прогнал от нас все народы И о мореев, живших всей земле Посему и мы будем служить Господу Ибо он Бог наш Иисус сказал народу Не возможите служить Господу Ибо он Бог святый Бог ревнитель Не потерпит беззакония вашего И грехов ваших Если вы оставите Господа И будете служить чужим богам То он наведет на вас зло Истребит вас после того Как благотворил вам И сказал народ Иисусу Нет, мы Господу будем служить Иисус сказал народу Вы свидетели о себе Что вы избрали себе Господа Служите Ему Они отвечали Свидетели Итак, отвергните чужих богов Которые у вас И обратите сердце свое Господу Богу Израилеву Народ сказал Иисусу Господу Богу нашему Будем служить И гласа Его будем слушать И заключил Иисус народом завет В тот день И дал им постановление Закон Сихеми И вписал Иисус слова сие В книгу закона Божия И взял большой камень И положил его Там под дубом Который подле Святилища Господня И сказал Иисус Всему народу Вот камень сей Будет нам свидетелем Ибо он слышал Все слова Господа Которые он говорил с нами Он Да будет свидетелем против вас Чтобы вы не солгали Пред Богом Нашим Аминь Братья дорогие Сестры дорогие Уважаемые Это удивительный призыв Иисуса Навина Вообще вопрос выбора Он принадлежит Прежде всего Богу Бог абсолютно свободен Выбирать Он выбирает людей Он выбирает страну Выбирает народ Это его привилегия И он подарил нам Эту возможность выбора Служить ему Или не служить И здесь Что очень важно Мы с вами живем В век плюрализма Это значит Я сегодня Люди Людям предлагают Сегодня выбирать Все что они хотят И веру выбирать Как работу Как город Как место жительства Так это вот просто Выбирать Но Иисус Навин Говорит Или 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 вы служите Богам в прошлом Отцов наших Или вы служите Богам которых Где вы находитесь Сейчас Или вы служите Господу Богу И вот этот Этот выбор Должен быть Или Или Среднего нет Что очень важно Иисус Навин Как подобно Как Иисусу Христу В свое время Помните Иисус Христос сказал Не хотите ли Отойти и вы То есть Иисус Навин Предупреждает Он не говорит Как мы иногда Проповедуем Придите ко Христу И все ваши проблемы Решатся Иисус Навин Он говорит Вы сказали Что хотите Служить Богу Не сможете Потому что Он святой Потому что Он ревнитель Небезопасно Принимать решения И его не исполнять Пред нашим Господом Он ревнитель Он не потерпит В своем присутствии Других богов И мы с вами Это должны Твердо усвоить И сейчас Может быть Некоторые из нас Сами думают Ну мы сейчас У нас нету Этого идолопоклонства Идолы сменились Идолы сменились А идолопоклонство Продолжается И народ божий Если мы посмотрим На тех Которые обещали Прошло немного времени Вы помните Они очень часто Отступали Потом снова возвращались То есть У них все время Была вот такая борьба И что очень важно Хочу сказать Иисус Навин Он призывает Свидетели Во первых Их самих Ставит их В ответственное положение И еще раз Братья и сестры Это утверждение того Что мы люди Свободные Мы люди Которые добровольно Выбираем Господа И если вы выбрали Мы выбираем И ответственность Бог с нас спрашивает Он говорит Вы свидетели Вы сказали Что вы будете Служить Господу А потом он еще говорит Еще свидетели Пригласил Кого он пригласил Камень пригласил Братья и сестры Когда происходит Крещение Когда происходит Бракосочетание Когда происходит Молитва Благословения детей Это всякий раз Нам с вами вызов Как христианам Вы обещали Вы приносили Своих детей И сказали Что вы их посвятите Господу Вы обещали Когда крестились Что вы будете Служить Господу Вы обещали Когда сочитывались С вашей женой Что вы будете Верны до конца Вы обещали Это свидетели Братья и сестры Это палатка Сегодня здесь кто-то посвятит себя Господу, кто-то решит это внутри себя, кто-то выйдет сюда для того, чтобы покаяться и заявить об этом пред Господом. Это палатка, это свидетель. Это очень странно, почему Иисус Навин в свидетели выбрал камень и сказал, он слышал. И эта палатка слышит ваше воздыхание, ваше пожелание, ваше ожидание, ваше решение, братья и сестры. И когда-то эти палатки, эти камни заговорят к нашему сердцу, а когда-то они предстанут пред нами. Поэтому наше решение должно быть действительно или-или. В нашем выборе Господа нашего мы фактически говорим миру с Его божествами, с Его идолами. Нет. Нет. И Иисус Христос об этом нам говорил. Не можете служить Богу, Господу и мамонии, потому что будете где-то усердствовать, а где-то не родить и ненавидеть. В свое время Моисей тоже сказал, что не можете делать то, что делали те народы, среди которых вы живете, потому что их Бог наказал. Вы сюда пришли, вы получили эту землю, потому что я их отверг за мерзости их. И поэтому Он говорит, идите Моим путем. Не слушайте того, кто говорит вам то, что вам говорит этот мир, что говорят эти идолы, а идите новым путем. Вы другие люди, вы отличаетесь от этих людей, мира этого. Мы люди, свидетельствующие о том, что Бог с нами, Бог живет в нашем доме, Бог в нашем доме. Он среди нас. И мы приняли это решение, чтобы Он был среди нас. Братья и сестры, что очень важно сегодня. Вы видите, что в этом тексте Иисус Навин обращает внимание на то, что как Бог их вел. Ему было почти 110 лет, когда Он произносил эти слова. Он их обратил внимание в прошлое. И народ сказал, мы свидетели, как Бог совершал чудеса. То есть нам нужно постоянно, вот этот форум, это место, где мы должны думать об этом, слышать об этом, как Господь нас чудно вел. Я помню одну историю. Я приехал в командировку в Магадан и там встретился в Воле, в деревне с бабушкой старенькой. Меня туда молодежь повела, говорит, тебе стоит с ней познакомиться. Когда я стал с ней беседовать, она говорит, в 1937 году меня пригласили к НКВД и сказали, выбирай, Бог или семья и Колыма. Она сказала, Бог. Отобрали детей двоих, сына и дочь. И отправили ее на Колыму. И она осталась верной Господу. Она там молилась. Она ждала, когда же она увидит своих детей. Дети выросли в детском доме. Нашли ее. Рады за нее были. Уверовала дочь. Я, по крайней мере, знаю про дочь. Вот, братья и сестры. И это была такая сестричка. Я просто удивлялся. Глядел на нее. Глаза ее горели. Я говорю, как вы здесь, одинокие. Вот такая судьба у вас. Она говорит, я радио слушала. Я с народом Божьим общалась. Я всегда знала, что Господь со мною. И Бог совершил это чудо. Братья и сестры, друзья, дорогие. Служить Господу – это посвящение. Служить Господу – это нужно все отдать. Нужно повиноваться Ему. Нужно принять это решение. И это не просто декларация. Знаете, когда я молился, просил благословения на своих детей, сыновей, я всегда молился так. Господи, пусть все эти пороки, которые во мне есть, не коснутся моих детей. Пусть у них так не будет. Я так хотел, чтобы не было моих пороков. Но, братья и сестры, вы понимаете, что не от нашего желания это зависит. Мы очень часто думаем, что достаточно того, что мы будем воспитывать, и от призыва есть в Священном Писании воспитывать детей наших в наставлении Господа. Это мы должны делать, чтобы защитить их от мира, чтобы подготовить их для служения, для борьбы с искушением. Но, братья и сестры, поступки и греховные поступки наших детей – это часто скрытые наши грехи. Есть такая поговорка. Чему бы вы ни учили, но ваши дети будут похожими на вас. Следовательно, это серьезно, братья и сестры. Учить – это одно, и эта ответственность на нас есть, но нам нужно жить. Мы хотим, чтобы дети наши читали Библию – читайте ее сами. Хотите, чтобы ваши дети молились – молитесь сами. Хотите, чтобы ваши дети служили Господу – служите сами. Вот как мы говорим, как мы общаемся, все это копируется. И поэтому служить Господу – одного желания мало, нужно приложить усилия. Поэтому, если мы этого не делали, нам нужно покаяться. Нам нужно привести на память вот этих свидетелей и попросить прощения у нашего Господа Иисуса Христа. Мы ответственны за наших детей, и мы ответственны за наше служение личное. Очень важна наша благочестивая жизнь. Если нет христианской жизни, что бы вы сверху не спускали, дети вам не будут верить. И это будет чудо, если вы лицемер, а ваши дети искренние христиане. Это не ваша заслуга, вы тут ни при чем, это милость Божья. И, братья и сестры, мы в основном должны благодарить. Братья и сестры, еще в заключении хочу еще что сказать. Братья и сестры, конечно же, выбор, к какому Богу служить, всегда стоял у всех народа. И у израильского народа, и у нас стоит, иногда мы в искушении таком. И люди, которые мы свидетельствуем. И вот есть такая иллюстрация в журнале, как многие люди относятся к своему Господу, и как они принимают решение служить Ему. Изображен на картинке маленький ребенок и надпись «Очень рано». То есть маленький, еще в возрасте, мы считаем, что дети не могут приходить. Вы знаете, сегодня воскресная школа – это решение многих наших проблем. Но очень часто сегодня воскресную школу родители используют для того, чтобы спихнуть детей, чтобы избавиться от своей ответственности, чтобы расслабиться. А когда-то, когда гнали нас, преследовали, мы встречались с детками, проводили для них общение, собирались в среди недели, ехали тайно. Мы старались. Сегодня родители говорят, так это же накладно, это как я в среди недели поеду? Мы вот воскресенье используем. В воскресенье дети, дети там, в воскресной школе, а мы здесь на богослужении. А потом говорим, дети, заходите на богослужение, а им неинтересно. Им неинтересно, там интереснее. Мы их не научили сидеть здесь, в собрании, слушать Слово Божие. Может быть, не понимать, может быть, 10% того, что слышат, понимать. Но присутствовать на богослужении родителям трудно, братья и сестры. Не хочется ехать. Время жалко, денег жалко. А потом плачем. Господи, ну пусть мой сын придет, ну пусть моя дочь придет. Мы упустили сами. И действительно, некоторые думают, что рано. Затем другая лекистрация. Красивый юноша стоит. И под ней надпись. Он очень молод. Рано думать о добре и зле. Столько перспектив в жизни. О нравственности, о духовности. Зачем? Попозже. Третья картинка. Зрелый человек. Слишком занят. Семья, работа, дети, дача и прочее. Некогда. Некогда. Следующая картинка. Старый человек. И написано. Слишком болен. Действительно, начинаем работать на свои болячки. Ноем, ходим, стонем, ищем, советуемся. Вот этим живем. И некогда о Господе подумать. Посещает одну старецу, она говорит. Нет времени Библию читать. Но в телевизоре не пропускает ни стихи, ни одного поэта. Ни никаких дискуссий не пропускает. Я говорю, как же так? На дачу. Я говорю, зачем тебе дача? А я там сижу, на людей смотрю. А в собрание почему не ходишь? Некогда. На дачу. Братья и сестры. Вот это идол. У нас пресс-фитер проповедовал однажды и говорит. Ваши идолы. Капуста, лук, чеснок. Обиделись сестры, братья. И последняя картинка. Братья и сестры. На пятой картинке. Гроб и надпись. Слишком поздно. Знаете эту иллюстрацию? Знаете, братья и сестры? Давайте сделаем так, чтобы это не было в нашей семье. Чтобы это не было среди наших родственников. Будем помнить, что мы живем с вами в очень непростое время. И мы должны принять решение. Сегодня очень сложно делать выбор. Искушений сейчас еще больше, чем когда-либо. Но события так быстро развиваются, что может кому-то уже и не хватит времени принять решение. Поэтому изберите, как хотите, говорит Иисус Навин. А я выбираю Господа. Я и дом мой. Он уверен был за свой дом. Он убедил свой дом. Его дом уверовал в Господа Иисуса Христа и принял решение служить. Пусть будет это в наших семьях. Да благословит нас Господь и защитит нас и поможет нам. Я и дом мой будем служить Господу. Аминь. Помолимся. Сегодня тут с утра летает какой-то летчик, вертолетчик. И мы полагаем, что это наш брат, который желает нас таким образом благословить и показать, что он с нами духовно. И это возможность, которую он воспользовался. Он, наверное, не знает, что нам немного мешает или пугает нас. Но ему там, очевидно, весело сверху. Вчера слышал свидетельство людей, которые, я думаю, мимо них никто из вас не прошел. Или все, вернее, все мимо них прошли. И так свидетельство было такое, говорит, сил никаких физических нет, но душа поет. Потому что мы служим Господу. Я хотел бы, чтобы сейчас сюда, на этот постамент, на этот помост вышли братья и сестры общины, которую мы называем община армян. Это, я вот так подумал, 12 Марьяновская, там наша церковь омская, такая древняя, хорошая. И вот что-то там с ними происходит, что они вот этими возможностями как-то уникально пользуются. Вы знаете, у них появилась община армянская, теперь появилась община цыганская. Я так вот полагаю, если они так будут дальше продолжать, кто у них там еще по национальности-то появится. Но для нас это с вами хороший пример. И хотел бы, чтобы сейчас братья и сестры армяне и цыгане вышли, кратко поделились свидетельством и прославили Господа пением. Пожалуйста. Что я сказал? Слава Господу! Бог есть любовь! Мы приветствуем вас с любовью Господа нашего, братья и сестры. Рады стоять здесь и приветствовать, видеть лица, улыбающие, прекрасные. Это дело. Слава Господу! Это не как делать шашляки. Это серьезное дело. Мы тоже, как и вы, братья и сестры, одна семья Божия прославляем Господа нашего. Я кратко хотел свидетельствовать о группе армян. Как вот, ну, несколько слов сказать, вот, как Господь сделал чудо, что в Омске, сибирской земле есть группа армян, прославляющая Господа, Бога, Отца Небесного, Творца Творцов Всехселенного. И это слава Господу! Ничего просто так не бывает. Ничего случайно не бывает. Есть государство, экономика, война, бывают всякие, и люди переезжают в разные места. Это все Богом усмотрено. И получилось так, что вот, по милости Божьей, так получилось, что переехали в Омск, попались в Омск. И, конечно, жили не по Боже, самовольно жили. И как-то Господь привлек нас, привлек нас, по милости Его, ко спасению. И вот получилось, ну, как Писание говорит, я и мой дом. Получилось так, что моя семья и вот начались приближаться к Господу. Эта история может быть и больше времени, но я пократче скажу, что Господь нашел нас. Сначала, по милости, я каялся, потом жена моя, потом сестра родная моя покаялась, потом муж ее, и отец, и мать. Это чудо! Как вспомню, что вот мать и отец, именно они, они были, прямо можно сказать, атеистами. Потому что время их не было, что так учили, что Бога нету, вот так вот. И они научены были так, и очень сложно было вот это все. И сейчас, слава Господу, моя семья, моя семья вся полностью, и брат в Армении тоже несет служение там с семьей в Господе. И вот, и после этого Господь не оставил, что именно служение на армянском языке продолжалось. Мы это не знали как, не знали как, и что и так Господь чудно ввел, что и было служение на армянском языке. Сначала дома собирались, а потом братья, сестры наши представили и сказали, что можете в дом молитвы собираться. А как приятно, когда видим братья и сестры, вот когда первые принялись любовью. Вот это очень первый взгляд, когда зашли в дом молитвы, 12 Марьяновского, видели лица людей, которые принялись любовью. Это было непредсказуемо. Слава Господу, что вот есть, есть это видно. Это не в словах, но это видно. Это что не в делах все это видно. Слава Господу. И вот Господь благословил так, что и потом и знакомые, и так вот где работали, где вот были, вот не знаю, даже не помнится. Это уже седьмой год, что вот это собрание на армянском языке идет, служение. И вот, я вот могу сказать, что Господь благословил, благословил, приехали, потом уехали, каевшие, было много, было крещение, покаяние. И у нас очень благословение недели идет. Пять дней мы собираемся, 12 Марьяновское, три дня общего богослужения и два дня на армянском служении. Пять дней, неделю мы собираемся и еще и проводится семейное. Сейчас уже вот месяц, наверное, больше семейное общение, очень благословенное общение. Я хотел сказать, вот, это милость Божья, что до сегодня, даже не знаю сегодня, так конкретно, значит, 42 душ армянин собираемся. Взрослые меньше 23, взрослые 13, юные, молодые и шестеро детей. Из 23 верующих армян девять пар, это семейная семья, муж и жена, девять пар. Это так благословенно. У нас нету такого отдельного ничего. Мы вместе прославляем Господа, мы радостны, мы даже не знали. А Господь открывает, что через это служение, через служение, вот, вышел, сказал, аство цели. И все, вот это, был бы сейчас армянин где, он подошел. Что-то вам сказали по-армянски. И может быть, Господь дал покаяние. Вот такое служение Господь дал нам, делил, чтобы мы служили и прославили Господа. И вот Господь благословяет, мы очень дружно, как и все мы. И вот труд, который сегодня мы служим вам, Господу, и вам всем. И так вместе, дружно, что вот у нас группа была, чтобы все, а так все вместе помогают, чтобы успели. Это дружность опять говорит, что Господь есть любовь. Мы, братья и сестры, любим вас. И будем служить Господу. И, конечно, и Господу любим, и прославляем. И наша цель, чтобы прославлять Господу и служить Ему на этом земле. Если воля будет Господня. Аминь. Я бы хотел вам перевод почитать в песне, которую сейчас мы будем прославлять Бога. Открыта давно дорога в небеса. Безграничен полет моей мысли. От земли до небес протянут мост. И на нем написан Иисус Христос. Аминь. 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 Приветствую вас к Любовью Иисуса Христа, дорогие братья и сестры. Господь сказал, что дом мой назовется Домом молитвы для всех народов. Аминь. И слава Богу, что Бог не лицеприятен, но в каждом народе боясь ся его приятен Ему. Вот слава Богу пришел тот долгожданный день Состоялся конгресс И мы собравшись и здесь Я помню, когда мы собирались на братском общении Мы говорили о конгрессе И вот и братья, слава Богу Я благодарю Бога за братья впереди стоящих Которые организовали этот день И мы сегодня собравшись и здесь Но этот день пришел, дорогие братья и сестры Мы его ждали, мы молились И этот день настал И я думаю, недалек тот день, когда сам Господь Иисус Христос придет И мы соберемся на брачной вечере, чтобы прославить и возвеличить нашего Бога И кратко я хочу засветиться также от себе То, что Господь однажды нашел моего отца И через него коснулось сердце моей сестры В 85-м году они приняли крещение Водное святое крещение Они члены церкви на 12-й Марьяновской И отец молился о всех нас Он возносил молитвы Передавал записки, просил, чтобы церковь молилась Церковь молилась Но Господь тогда уже проложил эту дорогу Когда сегодня эти плоды действительно мы пришли к Богу Сегодня мы прославляем Бога Я пришел к Богу, покаялся Я также стал молиться, продолжать молиться Чтобы наша огромная большая семья Она была бы с Господом Мне стало страшно, когда они не имеют Христа И тогда я стал молиться с братьями и сестрами на 12-й Марьяновской И Господь стал чудно работать Моя огромная семья, она почти вся пришла сегодня к Богу Есть еще не все, но мы и за них молимся Знаем, что Господь совершит это чудо Потому что Господь, Он вели Господь И также пришли к покаянию наши родственники И вот, кстати, вот они здесь Мы так думаем, что каждый заботится о своей семье Господь воссиял светом в нашей сердце Не только, чтобы мы Как бы единично имели этот свет Но этот свет имеет право все члены семьи Мы должны взирать на Христа И в точности так же жить, как и Христос жил Господь сказал Научитесь от Меня Будьте святы, потому что Я свят Это слова самого Господа Бога Иисуса Христа И Господь, Он был Он исполнял свой долг Как и дома, в мастерской, плотницкой Он был верен своему долгу Так и тогда, когда исцелял больных И ходил по бурным воллам Галилейского моря Мы также должны сиять светом всем Тем, кто с нами живет под одной крышей Чтобы они все были перед Богом Чтобы служили Богу Ну, и каждый, я думаю, заботится о своих детей Ну, есть очень одна важная деталь Чтобы на первом месте всегда был Христос Если мы возлюбим более Христа, нежели своего ребенка Или свою дочь, или своего сына Это будет богословение Если мы возлюбим сына или дочь более, нежели Иисуса Христа Мы можем воспитать своих детей Мы можем им дать материально поставить на ноги Но мы не знаем, что с ними в дальнейшем будет Кто они будут и кем они станут Но если мы возлюбим Господа Бога более, нежели своих детей Уж Господь знает, что для наших детей важно И как их оградить от всего того, что сегодня в мире И дать им богословение И слава Богу, это богословение сегодня мы имеем По тем молитвам, которые молился наш отец И мы также трудимся на Неве Божьей Мы члены церкви 12 Марьяновской Но мы собираемся также по понедельникам Проводим богослужения Приходят семьи Вот мы провели евангелизацию в феврале этого года И слава Богу Также за братьев, за Омское братство Что они принимали участие в этом И очень помогли нам И сегодня приходят с семьями Каются И слава Божья в цыганском народе растет И мы думаем, что наш дом Я и дому будем служить Господу Пусть Господь богословит нас в этом И мы сейчас прославим Бога нашего пением На русском языке, цыганскими голосами И я также хочу, чтобы вы все присоединились к этой песне На экране высветятся слова И мы вместе все споем И прославим Бога Аминь 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Да благословит нас Господь здесь, на этой земле, не случайно наше собрание, потому что более 110 лет назад, в этом районе, несколько километров отсюда, здесь находится поселок Усовка, где были первые верующие баптисты, верующие по Евангелию. И сегодня мы, продолжатели их дела, жизни по Евангелию, жизни по правде Христовой, собрались вместе, чтобы научиться тому, чтобы жить так, чтобы не только я, но и дом наш служил Господу. И весь народ Божий скажет «Аминь!» Весь народ Божий скажет «Аминь!» Да будет слава нашему Богу! Слава Иисусу! Да будет Господь наш благословен! Иисус Новин говорит «Я и дом мой будем служить Господу». Он произносит это слово, это местоимение, которое мы покрываем позором. В нашем русском народе мы всегда говорим. Даже царь у нас говорил «Мы, Николай Второй». Но Бог дает нам это право, поднимая человека из грязи, поднимая и превозносит его. Он делает этот невероятный парадокс, когда мы смиряемся перед Богом, признавая себя грешниками. Бог поднимает нас, и Бог в нас живет. И Он желает даровать нам эти удивительные, невероятные возможности. И сегодня тема, которая предложена нам для размышления, эти удивительные, удивительные возможности. Почему они так называются? Сегодня уже мы слышали, что есть такие баптисты, а есть махровые баптисты, которые говорят, если в Библии не написано, значит, такого не бывает. Но вот я размышлял над этим словом, потому что я тоже где-то там между баптистами и махровыми. Думаю, что же значит это? Почему же возможности эти удивительные? И вот такая мысль мне приходит на сердце. Удивительные они для нас самих. Потому что на самом деле эти возможности не кроются ни в ком другом. Мы смотрим на кого-то, мы видим великие личности и имена, и думаем, ну, конечно, речь идет о них. Билли Грэм, Юрий Кириллович, Эдуард Адольфович. Но истина, которую я хочу утверждать сегодня и которую утверждает Писание, великие, удивительные возможности скрыты в тебе. И поэтому говорить хочу сегодня тебе, мой брат и моя сестра. Мне нравится один пророк, который драл бороды, который, наверное, бил по лысине, чтобы люди поняли Слово Божье. Вы знаете, на самом деле, вчера я слушал Слово Сергея Николаевича, и оно зажигало меня этим огнем. Что нужно сделать, чтобы ты и я понял, чтобы удивительные возможности скрываются в тебе? Потому что сам Бог заранил их в твое сердце. Сам Бог поселил их в тебе. И текст, который я хотел читать, размышляя о удивительных возможностях, сокрыт в Евангелии от Иоанна. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 23 по 26 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 по 26 стих. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Аминь. И это, братья мои и сестры, не какое-то дешевое христианство, какая-то дешевая благодать. Это то христианство и то следование за Богом, за которое нужно заплатить цену. Сегодня ты слушаешь это слово, и тебе нужно принимать решение, и я хочу говорить именно тебе, чтобы ты не спрятался за этим словом мы, мы, баптисты, верим по Евангелию. Скажи ты, я верю по Евангелию. И даже если вы все откажетесь, я буду верить по Евангелию. Вот что предлагает нам Господь. И это слово я не исполнено какого-то превозношения и гордыни. Это я, которое смирилось перед Иисусом Христом. И именно в этом смирении оно обрело эту силу удивительных возможностей. Мы не привыкли говорить об успехе. Это слово не входит в наш лексикон. Но оно является библейским словом. И апостол Павел говорил своему ученику, чтобы он служил так, чтобы его успех был для всех очевиден. Братья мои и сестры, Бог не предлагает нам служить как-то, как получится. Я попробую, может быть, что-то выйдет. Бог предлагает тебе служить так, чтобы всем был очевиден этот успех, потому что в тебе сокрыты эти удивительные возможности. Мы видим этих святых. Апостол Павел, один из них, кто он был такой? Апостол Павел, его имя наводило ужас, когда говорили по улицам, апостол Павел идет. О, нет, он еще назывался апостолом Павлом, у него было имя Саввл. И люди прятались, потому что он брал и бросал в темницу. И сегодня, так многие люди, когда они идут по улице, люди прячутся. Братья мои и сестры, но Дух Божий, который поселяется в сердце человека, преображает его. Апостол говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Как нам это знакомо, мы советуемся. У меня нет палатки, как я могу поехать, 300 рублей очень много, и этих советов нет конца. Мне хочется сказать еще раз, слава Иисусу! Потому что мы здесь. Потому что мы, как живые камни, сегодня строим это здание здесь, являя славу Божию, не только этому нашему другу, который здесь делает нам Лебурже, но мы являем его всему миру, а самое главное, миру духовному, которого мы не видим. Но Бог, видя нашу веру, являет эти поддерживающие нашу веру чудеса. И вы видели, да? В Омске дождь льет, заливает улицы, там, как говорят, все плывет. Там молнии, тут темнота. Могло бы быть по-другому. И я думаю, что все равно бы мы радовались, но Бог явил это чудо, и оно ободряет нас. Удивительные возможности. Успех. Я слышал недавно одну проповедь, и там проповедник говорит, я привык все время думать, ну вот лучшая пора жизни, труд и болезнь, и как бы вот с этим мы все время жили. А потом, говорит, я стал размышлять, как Станислав Алексеевич сегодня проповедовал, я с Богом разговариваю, Бог мне открывает эту истину. и говорит, я открыл другое. И стал разговаривать с одним проповедником, и ему говорю, да нет же. Бог предлагает своим детям что-то лучшее. Он говорит, нет. Ну, говорит, тогда хорошо. С этого часа я буду молиться, чтобы ты заболел проказой, чтобы тебя хватил туберкулез, чтобы ты был самый известный бомж. Он говорит, подожди, подожди. Но подожди, ты сейчас только утверждал, что это благословение. Братья мои и сестры, Бог может благословить нас через болезнь. Бог дает нам труд. Но в этом труде вы помните, да? В поте лица ты будешь есть хлеб твой. Там есть уже это наказание человеческому роду. Да, труд очень важен, безусловно. Но Бог предлагает нам что-то лучшее. И оно не сокрыто в наших возможностях. Но оно сокрыто в возможностях самого Бога, который живет в твоем сердце. В первом послании Коринфянам, 12 главе, 7 стих, апостол утверждает, будучи движим духом святым, он говорит, что каждому дается проявление духа на пользу. Каждому дается проявление духа на пользу. И это означает, братья мои и сестры, что в каждом из вас есть дух святой, который желает проявиться. И мы размышляем о себе и думаем, ну кто я такой? Я ничтожный, я слабый, я ничего не могу. Братья и мои и сестры, истина, да и аминь. Но дух Божий, который в тебе, он способен. Он способен совершить это великое и недоступное и даровать эти удивительные для тебя самого возможности. Ты становишься этим сосудом, который употребляет Бог. Через тебя он идет к этим обездоленным. Он твоими устами произносит слова утешения. Он твоими устами похлопывает человека по плечу и говорит, ободрись, не будь унылым, не унывай, потому что живой Господь. Братья и мои и сестры, да пусть благословит нас Господь находить эти духовные дарования в нас. Он говорит, что одному Бог дал пять талантов, да? Другому три таланта, одному один. И наша задача обнаружить эти таланты. Обнаружить и употребить их в дело. Потому что Писание, по которому мы живем, говорит совершенно безабелляционно, если ты не найдешь его, то он скажет, лукавый и ленивый раб. Лукавый и ленивый раб. И это одна из самых главных задач христианина употребить себя в дело. Текст, который мы прочитали, говорит нам об этом. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Вы знаете, я слушаю многих братьев, сестер, и они говорят, я еще не обнаружил своего дара. Наверное, надо посетить какой-то семинар. Наверное, надо послушать какого-нибудь хорошего проповедника. О, братья мои, сестры! Как печалит меня, когда после таких конгрессов мы зажигаемся, и два дня пути в Москву, и подъезжая к Омску, мы уже снова остывшие. Наш огонек уже потух. Почему? Потому что нам нужно принять решение здесь, сейчас. Принять решение здесь и сейчас. И сказать это вслух. Перед всеми. Как сказал это Иисус Новин, призывая во свидетели Бога, и даже камень, Эдуард Адольфович предложил нам призвать во свидетели палатку. Но это нужно сделать. Божье Слово, которое мы читаем, говорит, если зерно, падшее в землю, не умрет, то оно останется одно. Нам нужен не проповедник, нам нужен не семинар, нам нужно умереть, чтобы понять, какой дар сокрыт во мне. Когда я беру семена в руку, морковка, огурцы, петрушка, лук, чеснок, я не понимаю, что это. Но когда я посеял это на грядку, когда я это поливаю, когда это вырастет, братья мои, сестры, я увижу, что есть морковка, а что лук, а что чеснок. Аминь. Нам нужно умереть. Для того, чтобы узнать, какое дарование, я должен употребить себя в дело. И это означает, что я должен говорить, да, любой возможности, послужить, преодолевая лень, не советуясь плотью и кровью. И вы знаете, братья и сестры, слово смерть, оно пугает нас. Оно нам не нравится. Наша плоть нам говорит, ну как же так? А кто же о тебе-то позаботится? Одного живем. Правда? И нам не хочется умирать. На самом деле, братья мои, сестры, вы помните свой день покаяния? Когда вы вышли перед Господом, перед всей церковью, что вы сказали? Вы сказали, я самый знаменитый, я лучший певец, я хороший человек. Так вы сказали? Вы пришли и сказали, я грешник, прости меня. Что с вами произошло? Когда вы склонились перед Богом, когда я склонился перед Богом, Бог вознес нас. Когда Он говорит, вы должны умереть, это не должно пугать нас. Потому что на самом деле, в эту вселенную, в ткань вселенной, Бог воткал этот удивительный закон, когда человек ищет счастье себе, оно убегает от него. Потому что Писание говорит, блажение давать, нежели принимать. Вот какую истину мы должны вынести отсюда сегодня. Нам нужно расточить свою жизнь, служа другим. Мы лишаем себя самих, когда мы не умираем. Потому что эти удивительные возможности, они остаются нереализованными. И они из удивительных возможностей становятся упущенными возможностями. С перспективой услышать от Господа слово «лукавый и ленивый раб». Мы упускаем эти возможности для наших семей, потому что если бы мы умерли, то наши дети, наши жены, наши мужья могли бы питаться этими плодами. Они бы были, как в Царстве Небесной, подобные семени горчичному. Оно меньше всех злаков, но вырастает такое большое, что птицы небесные укрываются. Вот такими должны быть мы, чтобы все люди хотели прийти в твой и мой дом и сказать, как приятно в твоем доме, как нравится мне быть у тебя, потому что в этом доме живет Бог. Эти удивительные возможности реализуются через тебя. Я не горделивая, не смущенная, не вот эта оборотная сторона медали, гордость, а с другой стороны, да кто я такой? Ты спасенный Богом человек, ты храм Святого Духа, и ты совершаешь грех, когда ты унижаешь этот храм. Ты совершаешь грех, когда ты на дело Божие в тебе говоришь, ничего не стоит. Братья мои и сестры, мы лишаем благословения нашей церкви, когда мы не умираем, потому что наши церкви, они становились бы средоточием этих сосудов Божьих, через которые течет благодать, через каждого. Ни ругань, ни зависть, ни почему ты сел на мое место, садись, пожалуйста, будь благословен, да хранит тебя Господь. Правда, братья и сестры? Мы сосуды Божьи. В нас эти удивительные возможности, и даже если сейчас не достает тебе веры, поверь, как тот, который сказал, верю Господи, помоги моему неверию. И Бог сделает это, потому что это не выдумка человеческая, это не достижение науки, это Божье Слово. Он говорит, вы храм Духа Святого. И каждому дан этот чудесный божественный дар. В нашей церкви, в центральной общине, есть сестра, ее семья занимается разведением картофеля. Однажды они приобрели 8 килограмм картошки по большой цене. И все говорили, ну, вы бы лучше на эти деньги купили 8 мешков картошки. Но когда они ее посадили, то они собрали 8 мешков. 8 килограмм 8 мешков. Ну и, соответственно, 8 мешков. И? Можно было смотреть на эти картошки, можно было их не приобретать, но истина Божья состоит в том, что эти семена, они уже в тебе живут. Они уже посажены Богом. И сегодня остается твоя и моя задача умереть для себя. И точно так же, когда мы вышли перед Господом покаяться, мы сказали, мы грешники. Это чудо, когда снимает Господь груз вины с тебя и с меня. То же самое происходит и здесь. Эти удивительные возможности. Ты сосуд Божий. Когда Бог через тебя делает свое дело. Когда Он тебе говорит. Когда Он твое сердце наполняет миром. И радостью. Все это доступно тебе. Но это зависит от тебя. Умереть. Отвергнуть все, что приковывает тебя к земле. Христос говорит, пришел час прославиться. Вот он этот парадокс. Ему предстоит смерть. А Он говорит, пришел час прославиться. И здесь, братья мои и сестры, речь идет не о славе человеческой, когда мы обретаем какой-то временный успех у людей. Это слава, которая подобна той славе, пережитой учениками на горе преображения. Они говорят, Господь, сделаем трекущее тебе, Моисею, Илии, да? Я бы сказал, мне, моей семье, да? Ну, еще кому-нибудь, может быть. Но это чудо Божьего преображения, когда я забываю про себя. Это трагедия жизни человека, грех которого извратил, и он постоянно думает о себе. Замечаете это, братья и сестры? Что мы делаем? Мы постоянно думаем о себе. Меня обидели, меня не заметили, мне не уступили места, меня не похвалили. Правда, братья и сестры? Если вы это ощущаете, то просто твердо знайте, нам нужно повернуть взор наш на Христа и Иисуса. И когда мы это делаем, восхваляя Бога, мы входим в эту славу Божью. И тогда все начинает работать. Тогда все начинает работать. Начинается христианская жизнь. Не просто жизнь мирская, просто с таким христианским оттенком мы признаем существование Бога. Но все эти силы, брошенные в землю, вдруг произрастают чудесными плодами, удивительные возможности твоей и моей жизни. Бог смотрит на нас. Он уже готовит нам венцы. Потому что для Его родительского сердца, для Его отцовского сердца великая радость, когда мы покоряемся Его Слову. Великая радость, когда что-то Бог мог сделать через нас. Аминь, братья и сестры. Пусть молитвы наши будут именно об этом. Пусть мы будем просить именно этого. И есть Божье великое обетование. Он говорит, когда вы будете искать моего, я буду заботиться о вашем. Когда вы будете почитать меня, я буду устраивать вашу жизнь. И это обетование. Кто это сказал, братья и сестры? Это Бог сказал. Он выполняет свои обещания? Можем мы сказать, Господи, Ты сказал? Да. Да, и Он выполняет свои обещания. Пусть Господь благословит нас. И нам пройти этой дорогой. Умереть для себя. Мы сегодня живем во время свободы. Когда смерть за веру пока еще нам как бы не светит. Но это не означает, что мы не можем умереть сегодня. Наоборот, нам нужно сегодня умереть. Умереть для своих желаний, возжелав больше жизни желаний Господа. Христос говорит, пришел час прославиться. И если семя падших в землю не умрет, то останется одно. Если это церковь, которая не умерла для себя, это церковь, которая ублажает себя пением, которая ублажает себя проповедниками, но не идет в этот мир к людям обездоленным. Это важно. Важно, чтобы наш дом был устроен. Чтобы церковь была церковью Господа Иисуса Христа, где Его прославляют. Но Он желает, чтобы мы пошли в этот мир. Аминь! Аминь! Семья, которая посвящена самой себе. Мы уже слышали сегодня этот пример. Нам нужно позаботиться за детей, нам нужно их выучить, нужно вырастить, нам нужно дать им квартиры. И мы проводим эту жизнь в заботах о семье. У нас даже есть такой хороший текст. Мы говорим, кто о домашних не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Братья мои и сестры, если Бог не стоит на первом месте, и Его воля не стоит на первом месте, то мы решаем свою семью удивительных возможностей. Самое главное, что мы должны были бы сделать, это научить их славить Бога и служить Ему. А Бог сделает все остальное. Если это касается человека, человек, который не умер, это человек, который лишил себя многого. Останется одно, говорит Господь. Останется одно. Одиночество. Когда Бог сотворил человека еще без грешного, помните, Он сказал, нехорошо быть человеку одному. Бог желает соединить все небесное и земное под главою Христом. И это Его желание, братья мои и сестры, когда мы запираемся друг от друга нашими дверьми, потому что у нас диван новый, если кто-то придет, на него сядет, не дай Бог, пятно, а может быть, он увидит, позавидует. Братья мои и сестры, мы противимся Божьему желанию. Церковь Христа Иисуса собиралась ежедневно в храме и по домам. Нам нужно открыть двери наших домов, чтобы люди входили туда, в дом, в котором есть Бог. О нет, это Бог, это Он на звездового в доме молитвы. А в моем доме я хозяин. Братья мои и сестры. И это не просто сегодня так у нас для юмора. Это для решения, твоего и моего решения, жить так, чтобы эти возможности могли быть реализованы. Иисус принесет много плода. Братья мои и сестры, если умрет, то принесет много плода. И во Христе Иисусе мы имеем, Писание говорит, во много крат больше домов, матерей, отцов. И это чудо, когда мы, может быть, никогда друг друга не знавшие, вдруг ощущаем это замечательное роство. и это делает Господь. Служение. То, к чему призывает нас Господь. Когда мы расточаем себя, то мы обретаем то самое главное, что останется в Царстве Небесном. Помните, братья и сестры, знание упразднится. Что там еще будет? Любовь останется. Любовь останется. Братья и сестры, когда мы расточаем себя, мы обретаем эту любовь. Любовь Бога, любовь братьев и сестер, любовь в наших домах, потому что мы стали тем, кем Бог предназначил нас быть. Павши в землю, кажется, умерев, мы стали благословением. Но и не только мы стали благословением, но и кто-то стал этим благословением для нас. И нам нужно понять, братья и сестры, что только через смерть приходит жизнь. Только отдавая, мы получаем удивительные возможности. И только от служения бывает подлинное величие и подлинное вхождение в Божью славу, потому что Бог желает, чтобы мы были успешными. Аминь! Аминь! Да поможет нам в этом Бог. Аминь! Аминь! Мы сейчас еще некоторое время проведем в молитве нашему Богу. Сейчас нам нужно сосредоточиться и мысленным взором поискать Господа и сказать Ему то, что у нас есть на сердце. Будем молиться. Жизнь посвящаю тебе и отдаюсь я в мольбе. Ты управляй ею сам и направляй к небесам. Жизнь эта не моя Так будет пусть твоя Ее ты сам мне дал Чтоб я тебя прославлял В мире дьявол царит Хочет меня погубить Чтобы ему я служил И по греховному жил Но я тебя молю Силу пошли свою И мне защиту дай В битве с грехом укрепляй Счастно желаю я жить Ближних хочу всех любить Зло и обиды прощать И о тебе возвещать О мой Господь и Бог Если б я в жизни смог Твою любовь познать И всем о ней рассказать Скоро ты к славе придешь И свою церковь возьмешь Так приготови меня Чтобы достоин был я Вечно с тобой прибыть Злову людей забыть И в небе увидать То, что ты хочешь нам дать Вечно с тобой прибыть Злову людей забыть И в небе увидать То, что ты хочешь нам дать Слова Чем отстать тебе Мой Господь За дела твои То, что ты хочешь нам дать И в небе увидать Что ты хочешь нам дать И в небе увидать Расславим ты Бога 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok